Добрый день! Сегодня гостями нашей студии стали специалисты в области русской культуры и русского языка, гости Казани и нашего Казанского университета Сельман Сира, переводчик с русского языка на испанский и переводчик с новогреческого языка и специалист в области русского языка и его преподавания во Франции Марианна Данлоп. Марианна, мне хочется начать нашу беседу с вас. Расскажите, пожалуйста, а как получилось так, что вы начали изучать русский язык? Вы знаете, я сама не знаю точно, потому что это мой отец, очевидно, решил за меня, это был мой второй иностранный язык, и мне было тогда 12 лет. Но мне сейчас кажется, что он выбрал именно русский язык, потому что это был немножко способ попасть в лучшие учебные заведения. Сейчас существует эта практика, я думаю, что в прошлом тоже существовал. Еще у нас была в моде Россия из космоса, Гагарин и так далее. И тогда была волна такая изучения русского языка, которой нет сейчас, к сожалению. А что, русский язык изучали в лицеях во Франции, в школе? Да, в лицее. Но это был даже не лицей, а тогда это называлось лицей, теперь говорят колледж, значит, это средняя школа. А многие, кроме вас, выбирали в качестве второго языка русский? Не очень много. Вот в том-то и дело, что было очень интересно заниматься в классе, где только 10 человек, 10 учеников. А в остальных классах по другим языкам было это по 30, по 35. Знаете, у меня такой неожиданный, может быть, вопрос. Вы так хорошо говорите по-русски, со всеми спряжениями и склонениями, что достаточно сложно. Но вот мы учим наших студентов английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам. Но далеко не все говорят на этих языках, даже после того, как они 4 года на протяжении многих часов эти языки изучали. А как получается так, что вы говорите совершенно свободно? Какие методики можно было бы использовать нам, чтобы наши студенты тоже совершенно свободно говорили на иностранном языке? Но вы знаете, я думаю, что студенты, которые не способны говорить на иностранном языке, они просто делят свое время на учебное и на, не знаю, на развлечения или подрабатывать, я не знаю. Но они не делают язык центром своей жизни. И я думаю, что человек не надо делить отдых, досуг и учебу, потому что учеба – это тоже увлечение. И это, например, надо смотреть фильмы, слушать песни, постараться искать все возможности разговаривать на языке. И я думаю, если человек думает, что учеба – это как работа, и сделал дело, гулял смело, ну, это ни к чему не приведет. А на скольких языках вы говорите? Ну, говорю, то есть могу говорить довольно свободно на пяти языках. Потом на уровне разговорного языка еще на пять. И изучаю, добавок еще пять, значит, и пятнадцать получается. Это совершенно потрясающе. Сельма, а на скольких языках говорите, читаете вы? Нет, я не настолько способна. У меня просто семь языков. Семь языков? Да. А русский язык вы тоже начали учить в детстве или позже? Нет, нет, нет. Русский язык я начала учить на подготовительном факультете в МГУ, когда я прилетела в Советский Союз с целью учиться. А почему вы выбрали русский язык? И так получилось, что… Я думаю, что русский язык выбрал меня. Русский язык выбрал? Да. Потому что русская культура так тесно связана с вашей жизнью. Вот мне очень интересно, а как вы решили это? Тоже, вот как у Марьяны, у меня связано с отцом. Мой отец был актером театральным в Мексике. И всю жизнь я сосуществовала вместе с Чеховым, с Гоголем, с Андреевым, с Достоевским, потому что папа обожал Достоевского. Вот. И как-то своим путем, когда я закончила школу, мне пришлось делать решение, чем заняться дальше, кем быть. И я думала, что я буду преподавателем русского языка. Вы тогда жили в Мексике. Да. И вы из Мексики решились через океан лететь в Россию, тогда в Советский Союз, изучать русский. Да. Нет, русскую литературу. Русскую литературу. Да. И, кстати, я очень милое решение о языках. Вот Сельма только что говорила со мной, пока мы ждали на французском языке, на блестящем французском языке, как францужинка. А я так по-испански не могу. То есть если я в Испании, я могу разговаривать. Если в Италии, я могу разговаривать на итальянском. А так, когда нет контекста, мне это совершенно невозможно. И это позволяет вам чувствовать себя гражданами мира и вообще совершенно свободно чувствовать себя в любой стране. Ну, это моя цель. А у вас? И у меня. То есть я ненавижу быть глуханой мой. Когда я приезжаю в страну и не понимаю, что они говорят, и не могу сказать, что мне нужно, или какие у меня есть впечатления, я чувствую себя очень глупо. Поэтому я стараюсь учить языки моих любимых стран. У нас в Институте международных отношений есть конкурс для студентов, который называется «Полиглот». Мы будем приводить вас в качестве образца и показывать им эту передачу. И пусть они смотрят на вас и учат не один, не два, не три, а семь и больше языков. И пусть они тоже чувствуют себя гражданами мира. Вы знаете, я говорю на эсперанто. Это один из пяти языков, которыми я лучше владею. Но дело в том, что люди, которые говорят на эсперанто, они хотят путешествовать по всему миру и благодаря этому языку международному иметь контакт с местным населением. Но я не так поступаю, потому что каждый раз, если я еду в новую страну, мне обязательно знать этот язык. Даже если я буду говорить на эсперанто. Вот, например, в июле я еду в Корею, там есть международный съезд эсперантистов. Каждый год проводится, одну неделю. Но я все равно изучаю корейский язык. Но я знаю, что вы неделю в Казани и уже начали учить татарский. Да, я нашла преподавательницу маленькую, девушку, petite jeune fille по-французски, девушку, которую зовут Айсулу. Она очень красивая, у нее голубые глаза и темные волосы. И я уже могу читать маленькие тексты. Потрясающе. Сергей, у меня к вам вопрос. Вы ведь в Казани, вообще в Татарстане, в Елабуге бываете очень часто? Ну, чаще хотелось бы. Хотелось бы чаще. Да. Как вы оказались в Казани? Почему вы приехали к нам в этот раз? В этот раз? В этот раз потому что у меня через два дня открывается фотовыставка в Национальном музее. Вот. И меня пригласили на открытие. Вот. Как раз о языке. Написано в афише на презентацию. Может быть презентация выставки? Или все-таки есть открытие выставки? Открытие выставки по-русски называется вернисаж. По-русски называется вернисаж? Хотя это французское слово. Очень интересно. Но презентации выставки не может быть. Может быть либо открытие выставки, либо мы просто говорим вернисаж. То есть вернисаж, само слово заключает в себе сразу два смысла. То есть надо менять, потому что я получила пригласительный билет, написано в презентации. Я как-то немножко не поняла. И вот очень интересно. Вы правильно сделали, что не поняли. У вас чувство языка хорошее. Да. Да. Вот и поэтому вот сейчас немножечко спешу, потому что мне надо сейчас поставить все картины на месте, заниматься тем, чтобы пространство было готовым к вернисажу. К вернисажу. Ну, я видела некоторые из ваших картин в Фейсбуке. Да. И они посвящены морю. Они посвящены морю, да. Такие астрактные картины. Да. Это только морская вода. Я фотографирую. Вот на этой выставке только морская вода. Еще и Средиземного моря. Это Кипр и Греция. Вот. Совершенно потрясающие вещи. Спасибо. Спасибо. И я сама с удовольствием побываю на этой выставке. И остальные казанцы будут. Но в предыдущий раз, когда мы с вами почти 10 лет тому назад познакомились, вы были в Казани в связи с Толстым. Да, совершенно точно. По приглашению Светы Коноваловой, между прочим. Расскажите о роли Толстого в вашей жизни. Потому что мы сейчас находимся с вами в здании, где бывал Толстой. И здесь он был, он лежал в клинике в 1847 году. Здесь он начал вести свои дневники. Да. Это здание для нас мемориальное. Да. И вот что связывает вас с Толстым? Сколько дней вы хотите, чтобы я рассказывала? Это уже время не было. Это очень большое тело. Толстой санимает очень большую часть моей жизни, моих переводов. Я как раз начала с его дневников. Поэтому я приехала тогда уж так давно. Больше 10 лет назад. 15 лет назад это было. Это было еще в музее Боротынского. В 2002 году это было. Да. Это очень красиво, если вы помните, было все. Вот. И сделала такой свой отбор дневников и писем Толстого. Потом, это было очень долго, это было 10 лет работы. Потому что, вы знаете, там 49 томов из 90 томника, посвящены вот этим интимным... Как это мы говорим по-русски? Ну вот его личные... Личные жизни. Да, личные записки, что ли. И дневник. Дневник и письма. И письма. Дневник и письма, да-да-да. Вот. А потом как-то все больше и больше знала Толстого и начала переводить те произведения, в которых я влюблена. Как семейное счастье, например. Это такой редкий текст. Его немногие даже любители Толстого в России читали? Семейное счастье? Я считаю, что это просто жемчужина литературы русской. Да. То есть вы его перевели, этот текст, на испанский? Я его перевела, этот текст, на испанский. Не только это. Представьте себе, это случилось четыре года тому назад. И только что у нас... Не только что, год назад было уже пятое переиздание. То есть в Испании пользуются... Да, мы продали больше десяти тысяч экземпляров этой книги. Сейчас в России книги не продаются в таком количестве, как у вас в Испании. Это Толстой, да. А вот это ваша новая книга? А вот это я просто думала, вдруг мы сможем рассказать. Поскольку дневники и письма, мне кажется, что это как портрет, автопортрет Толстого. То есть он рисует себя через его дневниковые записи, через его письма к любимым людям и к знакомым. Это он делает свой автопортрет. Этот автопортрет как-то развивается в течение всех этих... сколько лет он это писал. А потом мне пришло в голову, что автопортрет автопортретом, но портрет портретом. И я начала искать воспоминания современников Толстого. То есть кто что о нем писал. И это будет такая серия, называется «Таким был Лев Толстой». И сюда входят воспоминания Арбузова. Вы знаете Лакея Толстого, который шел с ним пешком до Оптыны Пустин. Потом Чайковский, о том, как музыка действовала на Лва Толстого. Еще Кенан Джордж, который был в Сибири и так далее. На следующий, это будет семь книжечек. Это первое. Вот на следующий будет воспоминания Софьи Андреевна о том, как он делал ей предложение. И так потихонечку будет образоваться портрет глазами современников. Такой обширный портрет Толстого. А по какому принципу вы отбираете эти воспоминания? Мне очень важно, чтобы они были абсолютно разные. Чтобы Толстого можно было видеть с этой точки зрения, потом с этой точки зрения, потом с этой точки зрения. Чтобы сам читатель сделал для себя вот этот портрет, который мы рисуем штрихами. Не даем это грубым образом, а штрихами. Это я сама делаю. Я сижу в библиотеке в Москве, выкапываю всякие эти тексты. И потом делаю, знаете, как играешь в шахматы. Вот это здесь идет, это здесь идет. А если сюда пойдет, погуваешь. Ну вот так вот. Игра такая, литературная. И вообще воспоминания, помимо того, что это Толстой, воспоминания в Испании. Вы сейчас живете в Испании, в Барселоне? Живу в Барселоне, да. Вообще интересуют испанцев воспоминания? Очень, очень, очень. Больше, чем художественная литература или меньше? Не могу сказать. Вот у нас сейчас резко интереса к литературе, которая называется «Эгодокумент». Даже больше, чем к художественной литературе. Я не думаю. Я не думаю. Я не могу сказать, я не издатель. Я не знаю, что продается. Но я знаю, что, например, вот «Семейное счастье» – это не документальная литература. А каждые два года я получаю новые три экземплярия шестого издания, пятого переиздания. Это вообще невероятно. А, например, «Дневники» Мариной Цветаевой тоже было очень интересно. «Земные приметы», да? Они вышли, и через три месяца мы сделали переиздание. Это очень интересно. Но вы занимаетесь еще Цветаевой, бывали неоднократно в Елабуге? Я занимаюсь… Я переводчик. То есть у меня много авторов, но больше всех я перевожу Толстого и Цветаева, да. То есть это проза и поэзия? Нет, поэзию я перевожу… Я перевожу прозу в основном, а поэзию я перевожу с потрясающим мексиканским поэтом, который… Мы работаем, как Цветаева работала, в четырех руках, да. То есть я делаю подстрочник, потом читаю. 150 раз, если это нужно, тексты, чтобы поэт вошел в музыку текста. Он старается воспроизвести эту музыку. В общем-то, мы вместе работаем. Да, вы выпустили… Да. Потрясающе. Почему? Это очень интересно. Это очень интересно, да. Получается так, что вы подсказываете поэту, то есть вы даете подсрочник, а поэт уже… Я даю подсрочник, а потом, значит, я ему читаю. Я ему читаю… Чтобы он ритм слышал. Чтобы он ритм слышал. Но очень часто я не могу, тогда я прошу русского читать. Читца. Чтобы он прочел эти стихи или она, чтобы… И мы записываем. И вы знаете, какой Мехико? Мехико – это огромный город. Тогда мой поэт ставит себе в машину запись и слушает музыку на русском языке, не знаю, три часа по дороге на работу. И когда он входит в эту музыку, тогда он дает свою версию. Эту версию я проверяю, чтобы он не очень далеко ушел от смысла. Потому что мы преследуем музыку. Но смысл тоже надо как-то сохранить. Это очень длительная работа, но она… Но я страстно ее люблю, да. Но вы ведь еще один из организаторов семинаров-переводчиков в Ясной Поляне. Да, я была. Я сейчас немножко отошла, но в течение 10 лет я занималась… Приглашением, да, я приглашала. Это очень большая работа. И сейчас… Мы тоже сотрудничаем с Ясной Поляной, Казанский университет, конечно. Да, да. Вот это было очень интересно, особенно первый год, когда я откапывала переводчиков. Я не знаю, например, на финский язык я звонила, допустим, в ассоциацию переводчиков. Мне давали список переводчиков с русского языка и иди пойми на финском языке, кто переводит Толстого. Значит, по принципу Анна Каренина, Иван, Смерть Ивана Ильича, значит, Иван Ильич, или Война и мир, три слова. И по этому принципу я догадалась, кто переводчик Толстого. Потом уже легче пошло, потому что один тебя рекомендует другого, и все. Но первый год был, знаете, как Шерлок Хольмс. Кто переводит Толстого? Ну, вообще, Толстой, конечно, это то, что связывает людей в разных странах. У меня была потрясающая история. Я ездила панировать диссертацию в Рим, в Торвергата, вот в конце апреля, и снимала квартиру, и разговорилась с хозяином. Он меня спросил, кто я по специальности. Я скромно сказала, что филолог, потому что, ну, как-то в нашем современном мире быть филологом, я не могу сказать, что мне было стыдно в этом признаться, но какая-то странная уже профессия. И он меня спросил, чем вы занимаетесь, я говорю, Толстым. И оказалось, что он писал сценарий по Ане Карениной для итальянского телевидения. Ничего себе. Вот такая была тоже потрясающая встреча, и Толстой нас так соединил и объединил на эти дни, что мы даже подружились. Прекрасно, да. А кто вот, у меня вопрос к вам обеим. Кто еще, помимо Толстого, в русской культуре, среди русских писателей, важен для вас и, может быть, в ваших странах? Ну, Толстой, понятно, он, конечно, фигура абсолютно выламывающаяся, абсолютно величины. Может быть, кто-то еще из писателей? Известно ли что-нибудь о современной русской культуре, литературе? В Испании, в Мексике, во Франции? Вот Чехов, например. Вы сказали о Чехове, вы пришли снимать Чеховом. Чехов, да, Чехов, конечно, особенно это очень часто ставят в театре. Больше в Мексике, чем в Барселоне, я не знаю, в остальной Испании, да. Вот Чехов очень важен. Достоевский, естественно, и есть, вы знаете, Толстой, Достоевский. Да, во Франции это больше Достоевский. Даже есть такое выражение – Толостоевский. – Толстойевский? – Да, Толстойевский. Это же французы, которые знают только чуть-чуть русской культуре. – Только вот этих двоих. – Да, только этих двоих. Это самое известное. И я хочу сказать, что Достоевский очень доступен даже для подростков, например. Некоторые его произведения, не все, конечно, и что они могут, дети, которые мало читают, они довольно легко могут прочитать романы Достоевского легче, чем других, по-моему, авторов. Потому что он писал быстро, как известно, это он диктовал. И для молодых людей, которые не привыкли читать длинные описания и так далее, более нетерпеливые и так далее, по-моему, это для них хорошая пища. – А мне кажется, Достоевский ближе к французскому национальному характеру, с какой-то рефлексией, с сложными размышлениями, он ближе, может быть, к французской ритературе даже XVIII века, ближе, чем Толстой, может быть. – Да, я согласна, гораздо ближе. Толстой немножко непонятен, то есть это уже больше русская душа. – Непонятен? – Да, и слишком длинные для француза. Вы знаете, был такой, как это, провизор называется, директор лицея. Однажды он мне рассказывал, русская ассистентка в городе, она работала в этом лице уже 10 лет, и вдруг он вдумал ее вызвать к себе в кабинет. – А, вы русская, из Советского Союза, тогда как мне вас жалко. И потом он говорит, да, я прочитал Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». – А, как интересно, да, и какое-то место в романе вам понравилось. – Вы знаете, я не дочитал роман, очень длинный. Это директор лицея говорит. Так что французы, я не знаю, это не нация, которая больше всего читает сегодня, по крайней мере. Поэтому я думаю, что боятся этих, как война и мир, это очень-очень длинный. – Слишком длинный текст. – Да, и фильм «Бандакчука» будет показывать в моем маленьком городе во время довольно хорошего международного кинофестиваля в ноябре. И будут показывать 7 часов. Я думаю, что для француза это… – Испытание. – Испытание, да. А для испанцев? – Нет, у нас, наоборот, как раз сейчас переводится «Саново» «Война и мир». Вот очень хорошим молодым переводчиком. И я думаю, что это будет на ура. Потому что сейчас у нас Толстого читают. Он действительно читаемый писатель. – Мне кажется, что литература в нашем современном сложном мире, где столько проблем и столько конфликтов, это то, что на самом деле может связывать разные страны и разных людей. Совершенно потрясающе то, как вы говорите на русском языке. У вас обеих как будто он совершенно родной. Для меня совершенно удивительно то, с какой любовью вы говорите о русской литературе. И для меня, как специалиста в области русской литературы, это просто потрясающе приятно. И мне кажется, что сложные отношения, которые сейчас между странами существуют, их можно преодолеть только благодаря культуре и переводу, и знанию языков. И вы правы совершенно, надо чувствовать себя в другой стране, как будто бы в своей стране. Потому что если ты говоришь на этом языке, то ты понимаешь этих людей, они становятся родными, близкими для тебя. И тогда уже никакие конфликты, в принципе, не важны. Может быть, вы что-нибудь хотите сказать? Да, вы знаете, я бы хотела сказать. Или казанцам, например. Да, казанцам. Но я училась на стажировке в 1974 году в Ленинграде. И я стала действительно обожать русский язык и русскую культуру и так далее. И было немножко, как сказать, в этой русской душе чувствуется что-то экстремальное. И, может быть, из-за этого я захотела, потому что я в то же время учила китайский язык, поехать в Китай. Я поехала туда на два года, чтобы лечиться от русского языка и от русской культуры. Потому что это как болезнь. И я знаю, что и сегодня, вот, наверное, моя дочь работает в Париже в музее контрафакта. У нее есть молодая девушка, которая проходит стажировку у нее. И она обожает тоже русскую культуру. Поехала в Петербург на стажировку. И, кажется, эта болезнь все еще существует. То есть любовь к русскому миру и любовь к русскому языку. Да. И вот, я была в Китае два года и вернулась во Францию. Но все-таки это моя, как сказать, первая любовь. Это русский язык и русская культура. И это не изменится. Сельма, а? Я хочу добавить. Хочусь к болезни. К болезни. В том, что когда я уже заканчивала аспирантуру здесь, мне предложили учиться в Греции. И я уже в то время начинала учить новогреческий язык. Я согласилась. И поехала в Грецию. Страны такие разные, люди такие разные, их характеры такие разные. И вдруг через три месяца столько радости, столько феста, да? Вот я села на самолете и приехала в Россию. На чуть-чуть вот этой русской души, которой так не хватает, когда ты не в России. Так что вот, Мария Антарова, это как болезнь, и уже и не хочется лечиться от этой болезни. Да, действительно. Любовь к Италии называется болезнью Стендаля. Мы придумаем название для этой болезни. Она будет тоже очень красиво называться. Спасибо большое нашим гостям. И я надеюсь, что сотрудничество с вами и ваши приезды в Казань, и встречи с нашими студентами еще неоднократно у нас с вами состоятся здесь в Казани, в Казанском университете. Спасибо вам, Лия. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»